всем привет добро пожаловать на мой канал это мое первое видео на youtube надеюсь оно вам понравится это сенсиверия которая недавно купила у одной женщины объявление нашла через улыкс как видите она не в очень хорошем состоянии грязная не ухоженная и в неправильном грунте но то какая она и ее высота стоило того чтобы ее купить дальше вы увидите горшок у нее уже неподъемный весит наверное где-то килограмм 10 вместе с цветком поэтому я ее приходила из кухни не принесла вот смотрите какая она высокая попробуйте угадать ее высоту если мой рост 155 сантиметров пишите в комментариях как вы считаете какая высота у этой сенсиверии вытащить ее из горшка было довольно просто потому что грунт был высушен он был слегка влажен только на дне поэтому она очень легко оттуда вылезла тут я уже рассматриваю его корни тесла я думала что они будут в более худшем состоянии в принципе все хорошо я думаю он отлично освоится в новом горшке то даже есть маленькие детки дальше видео вы это увидите и честно сказать я не понимаю почему такое растение было посажено в такой большой горшок потому что его корни занимали буквально там не знаю сантиметров 10 остальное все было пусто вот посмотрите у нас есть маленькие корешки и также есть кое-какие корешки которые немножко просушены но ничего страшного все у нас хорошенько прорастет были листики сухие я их удалила конечно же не нам не нужны а так принципе вот посмотрите поближе думаю что все у этого растения будет замечательно и сейчас я побегу покупать горшочек для этого растения кашпо у меня уже для него есть его купила магазине сенсей стоило она недорого вот такой вот горшок я подобрала в магазине думаю отлично впишется по размеру при том что я побольше не нашла да он туда и не завозь я уже вернулась из магазина и прежде чем пересаживать растения хочу его хорошенечко промыть потому что как видели у него листики были очень пыльные а вытирать все это губкой очень сложно при этом я хочу промыть растению поэтому мы отнесем его в ванную сантиверия выглядит отлично не считая ее немного скукоженных листьев мне кажется это из-за того что грунт был неправильно подобран без питательных веществ пока я мыла растения один листочек оторвался и чтобы его не выкидывать я поставлю его в воду при том что я один раз так уже делала и листочек очень быстро пустил корни сейчас я уберу весь мусор и мы с вами продолжим уже будем пересаживать растения подготавливаю новую подстилку чтобы сильно не марать пол обычно я это делаю газеты но она к сожалению закончилась поэтому вход пошли мусорные пакеты грунт я покупаю всегда готовый потому что не люблю я заморачиваться перемешивая там одно с другим с третьим с четвертым проще уже купить сразу готовый мешок и все это дело пересаживать я практически всегда использую дренаж потому что так мне спокойней в этот раз грунта я купила зачем-то многовато мне казалось что мне не хватит 5 килограмм поэтому я взяла 8 обожаю сантиверии правда с недавних пор потому что подписалась на одного парня который заядлый поклонник всех сантиверии у него целая огромная коллекция у него есть свой youtube канал и он также снимает все про свои растения и вот я увидела у него сансиверию лаврентий и просто влюбилась в это растение с его желтыми каемками это просто любовь с первого взгляда у меня теперь их две одна стоит спальне а вот эту вторую я пока не знаю где поставить потому что это растение невозможно не любить она очень стильная особенно очень круто сочетается с нашим интерьером квартиры она неприхотливая его поливать достаточно раз в 10 дней если поливать чаще могут гнить корни все потому что сансиверия относится к суккулентам это значит что она накапливает влагу в своих листьях поэтому ее не нужно часто поливать единственное что нужно делать чаще это протирать ее листочки потому что на них скапливается пыль это и эстетически красиво выглядит и листьям от этого будет легче также сансиверия обожает солнышко и если ей его будет недостаточно ее желтые полоски начнут светлеть а в итоге совсем исчезнут и новые листья будут появляться просто зелеными если вы когда-нибудь решите пересаживать такое огромное растение вам обязательно нужен будет помощник потому что я одна и еле как справлялась как видите один листок вообще полетел в камеру слава богу он не сломался и его потом подцепила и все прошло вроде бы гладко здесь я уже заканчиваю посадку я сразу положу достаточно много земли потому что она все равно при трамбуется за счет воды придавливаю землю чтобы растение было максимально устойчивым что она не падала в бок как вот этот лист предыдущий пока его пересаживала так достаточно очень хорошо замарала его землей притом что еще после мытья очень много на нем капель поэтому все это нужно аккуратненько протереть ничего не повредить посмотрите на эти шикарные листья этим растением невозможно не восхищаться я просто иногда бываю в шоке от того как природа создает такие разные растения они вообще друг на друга не похожи у меня столько цветов и я каждый люблю по отдельности невозможно не любить их даже самые страшненькие кактусы это это любовь сейчас хочу убрать эту нитку с кашпо потому что некрасиво когда пакет выглядывает и его чуть пониже опущу чтобы не было видно пробую поднять этот горшок тяжеленький конечно он был судя по моему лицу радости конечно от этого цветка просто невыносимо много собака мои в шоке с правой стороны если вы ее видите устала как будто бы она пересаживала эти растения не я скажите он прекрасный купила я его кстати совсем недорого пересадка закончена вот так вот он выглядит замечательно теперь хочу чтобы вы мне помогли где ему лучше стоять вот здесь вот в зале либо вот тут вот на кухне пишите в комментариях в зал или кухне вот здесь вот здесь вот он P